Моя мама умная, рассудительная, начитанная, с юмором хорошим, силой воли. Она художница, вязальщица, бизнес-вумен. Также она блог ведет на своей странице. Объективно судит всегда обо всем. Юлия Берестенко – мама двоих детей, Саша и Даша. В прошлом у Юлии удачная адвокатская карьера. Но потом она резко поменяла профессию и стала заниматься тем, о чем мечтала всю жизнь. Она вяжет изумительной красоты платья, шарфы, джемперы и даже начала учить этому младшую дочь. Недавно пятилетняя Даша связала свой первый шарфик. И это при том, что вместо части правого предплечья у девочки протез. Ни Даша, ни ее семья не испытывает ни малейшего комплекса по поводу особенностей девочки. Никакой гиперопейки. Это счастливая и дружная семья, где у каждого есть свои важные дела. И есть один общий настрой на любовь и заботу друг о друге. Я считаю, что все, что у нас в семье происходит, именно воспитание, как такового воспитания у нас нет. Мы просто вместе живем. И я абсолютно согласна с такой точкой зрения, что не надо детей воспитывать, нужно себя воспитывать. Часто в каких-то негативных проявлениях я узнаю себя, потому что это абсолютно мое, это я в этом. Это они у меня взяли. Поэтому, конечно, нужно воспитывать себя, чтобы нравственно воспитать детей достойных. Мы узнали на середине беременности об этом, о том, что отсутствует две трети правого предплечья. Я не скажу, что мы прям спокойно восприняли эту новость, но меня в этом очень поддержал муж. То есть вначале я был момент, когда немножко запаниковала, конечно, такая особенность, очень редко встречающаяся. Но муж меня прекрасно поддержал, сказал, ну и что, какая разница. В общем, именно тогда все и успокоилось. Мы просто ждали, счастливо ожидали Дашу. Она очень долгожданная у нас, очень любимая. Конечно, попереживали родители наши, бабушки, бабушки, дедушки. Конечно, для них это было изначально, был шок. Но после того, как они, во-первых, нашу реакцию увидели, что у нас абсолютно была уверенность в том, что все замечательно, что никаких проблем не возникнет. Должна быть внутренняя просто готовность так создать мир своему ребенку, чтобы он ничем не отличался от других, чтобы он не чувствовал себя каким-то особенным. И если мы можем получить протез, то мы можем решить эту проблему. То есть максимально помочь ребенку адаптироваться в будущем. А дальше ведь, ну как, неужели я Дашу могла бы любить меньше, чем Сашу? Это абсолютно невозможно. Неважно, кто из них, с какой особенностью или без. Мы узнали о том, что возможно раннее протезирование, когда Даши еще даже двух лет не было. Поэтому уже в два годика Даша получила свой первый протез. И все, как только я увидела, какие это протезы, то есть это настоящие гаджеты, это не протезы косметические, которые раньше были. Это современный гаджет. И многие сейчас даже спрашивают, не понимают, что это протез. Люди думают, что это какая-то навес какой-то интересная игрушка новая, значит, современная. И несколько раз уже было такое, когда говорили, что вот бы нам бы такую руку. И вот моя внучка, мой внук, там дочь мечтают о такой руке. В общем, люди даже просто не понимают, что это протез. Вначале она так спокойно к нему относилась, не так часто одевала протез. А потом, по мере уже, она же девочка, она растет, она красавица, перед зеркалом крутится. И, конечно, она поняла, что с протезом она более гармонично смотрится, так скажем. Вот, поэтому сейчас для нас протез – это, конечно, как вот платьице, надели платье и сразу надели протез. Сама берет, сама старается какие-то мелочи сделать, вот сотворить с протезом. Вот, но, конечно, основное время ношения – это садик. В саду она снимает только на сон, во время дневного сна протез. Все время она и на занятиях, и рисованием в саду занимается, на танцы ходит. Конечно, это все в протезике. Дома так, по желанию, когда захочет. Но дома она немного находится. Мы не прятали никогда своего ребенка. Я знаю, что некоторые семьи стесняются и просто не показывают, лишний раз не выводят ребенка. Но я вообще против такой позиции. И Даша у нас, она очень артистичная девочка. И, конечно, ну как можно прятать такого ребенка? Самое главное, что должны понимать родители, с любой инвалидностью нужно обязательно оформить инвалидность. И только после этого уже запускается процесс сам по себе реабилитации. Пускай он будет не физической реабилитацией изначально, на стадии получения справок, а стадия, в первую очередь, реабилитации даже семьи, в которой родился такой ребеночек с особенностями. Потому что как только оформлена инвалидность, вы можете уже просить о помощи. И не стесняться, и это не является именно как вот прошение «дайте мне». Нет, государство уже само дает то, что необходимо. То есть у нас протез механический, он вписан в программу реабилитации. Получаем мы его бесплатно от государства. В программе реабилитации у нас и отдых есть. Кроме того, еще Даша получает и пенсию. Я очень рада. У нас государство очень большую поддержку нам оказывает. Это две разные стихии. Мальчики и девочки. Настолько разные дети. Может, и бывает, что похожи прям вот брат и сестра, но у нас они прям вот полярности абсолютно. То есть Саша всегда, он очень спокойный, он скорее одиночка. Он вот мог часами собирать конструкторы, лего, что-то вот сидеть один, что-то вот он всегда выдумывал, ковырял. В общем, у него такой математический склад ума, аналитический склад ума. Он спокойный, такой очень меланхоличный человек. А Даша, она вся открытая, она общительная. Ей нужны танцы, пение, рисование, чем она и занимается. Много занятий, очень много активности, гиперактивность. Подходит, я сижу, занят за своими делами Даши. Саша, поиграй, Саша, давай поиграем. Я говорю, Даша, я занят. Саша, поиграем, давай. Я говорю, сейчас вам расскажу, она такая, нет, 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 нет. Ну, вот так особо не надоедает, всегда она послушная. Большая разница в возрасте. Саша воспринимает ее уже как вот совсем малышка, и что бы Даша не вытворяла, как бы она его не ябедничала на него. Он очень снисходительно, с большой любовью к этому относится. Всегда улыбка, и всегда посмеется только и все. У него, ну, он, если ей вот 5 лет, ему 15. Конечно, он не будет обижаться на то, что Даша что-нибудь сказала. А Саша не делает уроки. У нас, конечно, этого нет. Мое воспитание младшей сестры заключается в том, что я, например, ее учу читать. Я ее учу, ну, различным действиям. То есть, например, я ее учил паять даже, когда-то я помню. Просто я увлекаюсь радиоэлектроникой. Также я Дашу учу в игры разные играть, собирать конструкторы. Мы играем в догонялки только на улице, потому что дома мне папа не разрешает бегать. Потому что у меня все эти уголки дома. Вот, например, вдруг я ударюсь об зеркало. Вдруг себе поранил пальчик. Вот это вот поэтому мне папа не разрешает. Вот мое глубокое убеждение, что девочкам можно все. Потому что девочку нужно баловать. Девочка должна получать много любви. И отцовской любви. Меня так радует всегда, как она обнимает, папа ее как обнимает. Девочка должна видеть и чувствовать, ощущать вот любовь буквально физически. То есть вот все обнимашечки, все вот целовашечки. Девочка должна получить ту куклу, которую она хочет. Ну, конечно, в пределах разумного. Конечно, все это настолько, насколько может предоставить семья. Но все, что мы можем ей предоставить, то, конечно же, мы все ей это предоставляем. Потому что это очень важно. А вот мальчики, мальчиков можно и построже. Мальчиков можно бы иногда и ограничить в чем-то. Почему? Потому что мальчик должен понимать, что он как-то должен, наверное, поработать, заработать. Когда что-то делает хорошее, награду ему давать. То есть, например, ребенок хочет себе новый телефон. Не надо ему просто так покупать новый телефон. Надо сделать так, чтобы ребенок поработал над этим новым телефоном. То есть, например, закончить четверть без троек. Или на все пятерки сделай. Или пропылесось сто раз. И тогда только можно ему давать награду какую-нибудь. Потому что человек тогда поймет, что, чтобы что-то получить, надо над этим хотя бы самое малое поработать. Либо умственно, либо физически. На что он способен? Но хотя у меня это плохо получается. И, конечно, да, все равно я и сыну стараюсь давать тоже максимально. Но все в рамках бюджета семейного, возможностей наших. Я не заставляю своих детей вообще мне помогать. Вот у нас с мужем в этом плане, конечно, разнится позиция. Потому что он все-таки требует, чтобы, допустим, сын больше выполнял обязанности по дому. К примеру, помыл за собой тарелку, когда он поужинал не вместе с семьей, допустим. Если запоздал после тренировки и так далее. Я всегда говорю, пускай, значит, он еще успеет научиться. А сейчас пока мама, я буду мыть сама, значит. Вот в этом плане у нас с мужем, конечно, отличается позиция. Но дело в том, что меня мама никогда не заставляла помогать. Ни уборки делать, ни готовить. И все это пришло само. И моим детям, я вижу, тоже ведь само приходит. Я считаю, что я помогаю маме мать посуд. Даша очень любит помогать. И что бы ни происходило, она всегда просит в этом участие. И, конечно, я по силам ей все даю. У нас такого нет, чтобы я сказала, нет, вот я сама полностью сама. А ты иди, значит, нет. Пыль вытирать, значит, на тебе тряпочка. Вот твоя тряпочка. Протирай все-все-все, что ты захочешь. Кроме, допустим, зеркал. То есть ей важно тоже вот дать какое-то направление. И она тогда понимает, что она может делать не все, что хочет, а должна делать по правилам. Все мы делаем вместе. Но труд у нас разделен. Например, я пропылесосил, папа помыл полы, мама протерла пыль. Но уборка у нас всегда вместе. Да, есть обязанности у сына вынести мусор, помочь с тяжелыми пакетами, пылесос. Это тоже у нас только занимается сын. Это его зона ответственности. Я начал готовить блины по рецепту, просто из интернета. И у меня получились очень хорошие блины с самой первой попытки. Началось с того, что он у меня попросил мамы испеки блины. Я говорю, вот Саш, что угодно могу. И пирог могу испечь, оладьи могу. Блины у меня не получались никогда. А он встал и напек таких блинов, что периодически просим его повторить, чтобы он попек нам блины. И с тех пор все, что я готовлю, у меня получается хорошо и вкусно. Потому что я за всеми пропорциями слежу, за всеми ингредиентами, все правильно добавляю. И я готовлю не очень часто, но когда я хочу перекусить чего-нибудь очень вкусного, я готовлю, начинаю готовить. А теперь пошло. А теперь пошло, хорошо, да? Давай, давай, давай. Мы недавно приобрели ей машинку для вязания. И она обвязала своих куколок, шарфик связала себе, с удовольствием его в садик носит. И вообще замечательное такое занятие. Я очень рада, что такая появилась возможность и Даша быть причастной к моему обожаемому вязанию. Шарфик не летний, что не летний, а зимний. Я его специально связала, теперь я вот в нем хожу. Я сказала тут недавно сыну, я говорю, моя задача – это тебя обучить и выпустить в свет. И вот дальше ты делаешь с полученным образованием что тебе угодно. Ты уже будешь взрослый, но моя миссия именно как мамы, что я дала тебе все, что я могу, подготовку умственную и физическую, конечно, моя будет миссия завершена. В нашей семье родительской у нас вот так и получилось, что я в 18 лет отдельно стала уже от родителей жить, что мой брат, вот у меня брат есть, тоже отдельно от родителей. Просто, может быть, это идет от моего воспитания. Но я считаю, что все-таки мальчик точно в 18 лет уже должен задумываться о том, что у него есть своя ответственность. Значит, если ты хочешь учиться, то ты должен понимать, для чего учиться, и еще и заработать уметь. Ведь мы не можем в 18-20 лет ребенка полностью содержать. Это мужчина уже. Он может уже и сам как-то добывать себе кусочек хлеба. Но, конечно, конечно, мы будем во всем помогать, материально и морально. Но вот в 18 лет я уже готова помогать сыну, снимать жилье или как-то может вкладываться в строительство. И я уверена, что в 18 лет Саше исполнится, он и сам не захочет жить с родителями. Не потому что с ними плохо, нам всем комфортно. А потому что самостоятельности желать в 18-летнем возрасте – это нормально. Ну, я перехожу на самостоятельный образ жизни. Это очевидно, когда мне 18 исполняется. То я буду сам жить, сам готовить, там, все делать сам. И я же по законам буду нести ответственность за все свои действия. Это тоже добавляет мне самостоятельности. Дочь, конечно, дочь до замужества. Да и папа у нас раньше замужества, конечно, не отпустит. Но вот все же это именно разница полов как раз. Девочка пускай подольше немножечко побудет с родителями. Ну, опять же, вот я так рассуждаю, но все равно мы будем смотреть по ситуации. Потому что это желание детей. Поскольку я увлекаюсь, я и вышивкой увлекаюсь, и вязанием, и крючок у меня, макраме, батик роспись по шелку, и гобеленовые вышивки, и гладь даже помню. В общем, я очень много чем увлекаюсь. И поскольку хочется же тоже своими работами тоже вдохновляться, в том числе не только носить одежду, которую я связала. Весь коридор-то у нас постоянно пополняющаяся и постоянно обновляющаяся картинная галерея Даши. Каждый день приносит из садика, каждый день рисует дома, помного выдумывает и рисунки в разной технике у нее. То краски ей захочется, то пластилиновые даже вот эти вот рисуночки. Она у нас прям художник. Самое главное – это сразу же взять, сразу же повесить на самое видное место. Поэтому я сделала вот эту веревочку с прищепками. И что всем советую, кстати, многим мамочкам. Это замечательно. Во-первых, ребенок с таким вдохновением, она проходит, «Ах, это вот я сегодня рисовала». И вот эту маму. То есть ребенок видит, что его работы ценные, что ими восторгаются, восхищаются. Конечно, это ее вдохновляет. Все лучше и лучше, больше и больше натворить. Ну, у нас, конечно, да, места не очень много, но у каждого члена семьи есть свой уголок и рабочий, и место отдыха. Ну, конечно, это совместно. Уже потом, исходя из реалий, кому что нужнее, необходимее. У сына, пусть небольшая, но своя комната, потому что все-таки он уже подросток. Поэтому, конечно, да, удобно то, что он самостоятельно. Дашуля маленькая, она еще с нами, поэтому вот мы стараемся каждому обустроить. Мы совместно с мужем. Вот, понимаете, я против понебратства родителей и детей. Я против того, чтобы девочка с мамой были подругами, дочь с матерью. Против того, чтобы сын когда-нибудь неуважительно что-то там крикнул, хлопнул дверью. Нет, хлопнуть дверью, пожалуйста. Это говорит, ну, может быть, рассердится или что-то. Но вот я просто не раз замечала такие семьи, когда настолько неуважительно, что сын может сказать там маме «Ты что там, дурочка что ли?» Или еще что-то. Для меня это абсолютно неприемлемо. Иногда приходит, у меня и Даша иногда, и Саша, они бывают немножечко, после общения с социумом долгим, они бывают немножечко там что-то как-то как-то забудутся, и Даша может, например, а потом там махнуть на меня. Нет, потом сделаю. Я говорю, нет, Даша. То есть я все равно стараюсь как-то вот в русло немножечко детей подвигать. То есть главное сразу же обратить на это внимание и сказать, мне это не подходит, мне это не нравится, ты не должен так делать. Я мама, есть папа, и вы нас уважаете и любите. И мы вас уважаем и любим. Все-таки не должно быть мы друзья, мы тут, значит, все там подружки, все. Нет, должно быть уважение. В первую очередь уважение. Маминное воспитание заключается в объективном суждении. Мама всегда расценивает мои хорошие и плохие действия. И за хорошие я получаю награду, за плохие я получаю санкции. Будут уроки мои проверять. Или там за какие-то штрафы будут. Например, я буду пылесосить полы. Но это моя вроде бы обязанность, но это тоже может применяться в штрафах. Или там накричат на меня. Это тоже влияет на меня. Где надо, конечно, я могу очень серьезную твердость проявить. Но вообще, вот после рождения Даши меня муж частенько называет, что ты как тесто стала. Конечно, я очень сильно смягчилась. Все-таки девочка, девочкины вот объятия, ручки. Все, вот вся наша красота. Я такая красивая. Я принцесса. Ведь когда в семье принцесса, тут вся семья уже сказочная становится. Мама королева у нас. Даша принцесса. Папа дракон. А Саша рыцарь. Это Даша нас окрестила. Боженька – это охранять душеньку. Когда у меня Саша болел, я уже просила. И вот выздоровела. Конечно, мне сложно прям вот как-то облекать эти чувства в слова. Но я очень-очень чувствую, прям иногда физически ощущаю ангела-хранителя. Я знаю, что были в моей жизни очень разные и очень опасные были ситуации. Различные. И в силу характера, и в силу профессии бывшей моей. Были очень такие неоднозначные. И я прям вот физически ощущала, что у меня есть поддержка. Ну, а чья же это может быть поддержка? Это божественная поддержка, да, ангел мой, очень сильный. И, знаете, я еще знаю точно, что дается то, что необходимо. Вот не бывает такого, чтобы вот я хочу, а вот мне, вот Бог мне не дал чего-то, и вот я обиделась. Нет, раз не дал, может быть, оно тебя спасло, уберегло от чего-то. И в этом я уже, уже убедилась многократно, что не нужно выпрашивать, не нужно просить, дай мне это, дай мне то. Тебе будет дано то, что тебе нужно. И вот это действительно так. И испытания, и счастье, и радость. Ну, всегда надо желать здоровья, счастья, любви. Но здоровье, это самое главное. Счастье исходит из всего остального, из любви, из радостных моментов, из денег, из подарков, у кого какие свои ценности. Самое главное, это здоровье и счастье, как по мне. Здоровье, счастье. И прежде, чтобы она училась вязать на машинке. У меня столько желаний, я столько хочу себе пожелать. Я хочу оставаться в такой же любви, жить. Я хочу много путешествовать. Я хочу такого же взаимопонимания, взаимоуважения семейного. Наша семья сейчас, вот это вот действительно, знаете, говорят, ячейка общества, семья, ячейка общества. Вот у нас, у нас на самом деле так и есть, вот семья, ячейка общества. Я внутренне ощущаю это. И вот я желаю оставаться нам вот этой вот ячейкой общества, да, со временем внуков и так далее, правнуков, но вот этого вот нашего, то, что у нас действительно любящая, взаимоуважающая, счастливая семья. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова